Восемь вечера. Пора вам узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. На будущий. Конец блокады только на бумаге. Почему договоренности в высоких кабинетах не открывают дорогу для дальнобойщиков? Бунт в коалиции. Вчерашнее провальное голосование за отставку правительства начало раздирать на части большинство в Раде. Первой хлопнула дверью батькивщина. Утром после заседания фракции об этом заявила лидер полицилы. И вот как объяснила Юлия Тимошенко, почему им теперь не по пути с большинством. Про европейскую коалицию в этом парламенте никогда не существовало. Всегда существовала теньовая, кулуарная, кланово-політичная коалиция, которая формировала уряд, которая правила страной и которая привела страну до крайней ступени руйнации нашего жизни. Мы закликаем всех народных депутатов Украины, которые не втратили честь, совесть, ответственность перед обществом. Мы закликаем оставить лавы этой фасадной формальной коалиции. Из-за Димарша батькивщины коалиция похудела на 19 человек. Осталось в ней три фракции. Это 239 нардепов. Теперь все смотрят на самопомич. Ее выход из большинства в сущности превратит его в меньшинство. Сама самопомич. Пока разваливать коалицию не спешит. Одни из самых активных антагонистов Кабмина после неудачной попытки его свержения взяли тайм-аут. Что делать, пообещали подумать аж завтра. А сегодня просто не вышли на работу в парламент. Хотя нужно признать, работал сегодня парламент ни шатка, ни валка. Больше занимались выяснением отношений и анализом, что за спектакль и по чьему сценарию вчера разыгрывался в зале заседаний. О депутатских перипетиях и о том, как дальше думают уживаться под куполом Екатерина Лысенко. 247. Это вчерашнее вечернее заседание. 247 депутатов признали отчет правительства неудовлетворительным. Зал аплодирует. Премьер как бы готовится уйти. Мы с честью и гидностью передам уряд новому премьеру. Но считанные минуты ситуация меняется. Следующее голосование за недоверие правительству. 194 за. Этих за недостаточно, чтобы Кабмин ушел в отставку. В итоге под крик и гоньба министры уходят. Работать дальше. А так выглядит сессионный зал сегодня. В пустыне просто ряды нардепов, а целые секции. Двух фракций в зале нет. Позже покидают трибуну и спикер успел лишь прокомментировать произошедшее вчера. А в зале выясняют, как так получилось, что за отставку не хватило 32 голосов. Десятка депутатов, которые присутствуют сегодня в сессионной зале, чувствуют, мягко говоря, расчарование тем спектаклем, который вчера было разыграно в этой сессионной зале. Очень шкода, что в эту игру играли и наши коллеги из фракции БПП, которые получили мандат, стали депутатами, но не стали политиками. Как так получилось, выясняют и в кулуарах. Блок Порошенко винит своих же. Другие фракции бросают камень во всех и сразу. Вопреки решению предварительного фракции о том, что мы голосуем за отставку Арсения Петровича и Сенюка, они приняли решение, что это дестабилизирует ситуацию. И вот так получилось, что это за 15 минут до голосования. Нам, конечно, это удивительно. А если серьезно, то это чистый спектакль, во время которого нам пытались доказать, что в зале нет голосов за отставку. Хотя в зале они были. Я уверен, что был сговор. Президенты с премьером. Это чистый развод. Я в этой ситуации загадываю слова покойного Михаила Чечетова. Развели как котят. Вот вчера парламент, фактически президент, это был договорняк президента, премьер-министра и олигархов. Когда фракция БПП, вместо того, чтобы дать 240 голосов, или сколько там, 130, сколько в них есть, они просто не захотели голосовать. Голосы собираются под то, чтобы кого-то зберегти и далее залишить все схемы. Мы в это участь не принимаем. Для Батьковщины день сегодняшний был последним в рядах коалиции. В сессионный зал нардепы так и не зашли, с 9 утра закрывшись на заседании фракции. А спустя два часа всем составом заявили, выходят из большинства. Партия Батьковщина и фракция Батьковщина считают недопустимым продолжение пребывания в этой сграе, которая на самом деле не имеет никакого шанса, потому что не хочет провести реформы. Народный фонд тем временем в считанные минуты отреагировал на заявление Батьковщины. И тех, кого еще час назад называл соратниками, уже окрестил пособниками АПОБЛОКа. Нарешне мы побачили, что фракция Батьковщины своей заявкой показала свое справедливое обличие, что все-таки постоянно, юридично перебывая в коалиции, они не поддерживали законопроекты, которые подавал коалиционный уряд. И мы понимаем, что фактически они пришли в оппозицию, когда было извольнено министра экологии Шевченко. А оппозиция, которая проголосовала за признание неудовлетворительной работы правительства, разводит руками и говорит о коалиции, как о мало на что способной. Что хотели? Хотели нашими голосами убрать это правительство. Так не будет. Нашими голосами кадровые вопросы они решать не будут. Если коалиция не в состоянии решить свои кадровые вопросы сама, значит она должна распасться. Фракции, которые составляют, должны выйти из коалиции. Должны пройти новые выборы. Новая коалиция, которая назначает уже новое правительство. Перевыборы возможны, если коалиция распадется окончательно, если большинство покинет самопомощь. Если коалиция не продолжает существовать, и протягом 30 дней не может сформироваться другая коалиция, то президент имеет право ввести поза червей выборы. И во всех этих парламентских разборках интригу держит только самопомощь. В Раду депутаты сегодня просто не пришли. Фракция не явилась ни в зал, ни в кулуары. Лишь Елена Сотник показалась, да и то. Пожаловаться, что ее карточка вчера не сработала. Нас сегодня не будет в зале Верховной Рады. Если члены коалиции не хотят работать с самопомощью, то самопомощь не будет работать с этой коалицией. Из полупустого зала пришедшие нардепы расходились в раздумьях. Как дальше? А блок Порошенко спешил на заседание фракции в администрацию президента. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцель, Владимир Самченко, Геннадий Никитинка. Подробности телеканал Интер. А перед заседанием фракции БПП Михаил Саакашвили призвал блок Петра Порошенко выйти из коалиции. Если же этого не произойдет, даже тем, кто голосовал за отставку Кабмина, придется нести ответственность за вчерашний олигархический переворот. Об этом одесский губернатор написал сегодня на своей странице в Фейсбуке. В том, что нужна новая коалиция, которой будут управлять не олигархи, а интересы государства, уверенные активисты движения за очищение. Сегодня они призвали министров, сохранивших честь и достоинство, уйти в отставку. Прислушались ли нардепы к Совету Саакашвили, спросим у Ирины Романовой. Моя коллега работает в администрации президента, а там собрались депутаты блока Петра Порошенко на встречу с президентом. Ира, я тебя приветствую. Нам известно, что глава государства встретился не только с представителями своей фракции, но перед этим и с Юлией Тимошенко. Можешь сказать, о чем шла речь на этих встречах? Алексей, добрый вечер. Ну, собственно, заседание фракции ППП было назначено сначала на 17 часов вечера, потом его перенесли на час позже. Возможно, из-за того, что на 16.30 президент пригласил к себе в администрацию Юлию Тимошенко, которая сегодня утром заявила о выходе ее фракции из коалиции. Встреча эта длилась минут 40-45. И после встречи Юлия Тимошенко вышла к журналистам, рассказала, что они искали пути выхода из сложившейся ситуации, ситуации, которая сложилась после вчерашнего голосования в парламенте за недоверие правительству. И вот, что она сказала. Я не могу сказать, что мы договорились. Мы запрепонировали использоваться другими положениями Конституции и внести постанову про звольнение премьер-министра Украины. И до конца этого тижня мы могли бы, если бы нашли консенсус среди демократичных сил, и тогда можно было бы створить новую коалицию на базе демократичных сил, я подкреслю это, никаких гибридных вариантов не может быть, и створить технократичный уряд. Также Юлия Тимошенко добавила, что ее фракция уже до конца этой недели инициирует и зарегистрирует в парламенте вот это постановление об отставке премьера, которое автоматически, по ее словам, повлечет за собой отставку правительства. Ну и, собственно, после ухода, уже ближе к 18 часам к администрации, массово стали подтягиваться РДП от блока Петра Порошенко, и те, кто вчера голосовал за отставку правительства, и те, кто был против. Они о повестке дня ничего не знали, сказали, что их вызвали вот как-то так внезапно в администрацию президента, но предположили, что, возможно, речь пойдет о новом формате коалиции. Процедура после того, как сегодня фракция Батьковщина вышла, майже уже ведома. То есть, новая коалиция, новый уряд. Наступный формат, насколько мне известно, с регламента, это сейчас новая коалиция, возможно, с тех же самых членов, возможно, они в полном складе, возможно, там, с Народного фронта будет 40, возможно, 50, возможно, 80. Сейчас находите компромисс и нужно выходить из политической кризи. Также нардебы прокомментировали предложение Юлии Тимошенко о том, что нужно зарегистрировать постановление об отставке премьера. Они сказали, что по регламенту Рады ничего подобного не предусмотрено, и что теперь, после вчерашнего голосования, этот вопрос в повестку дня Рады можно внести уже только на следующей сессии, то есть осенью. Ну и, собственно, немножко с опозданием началось заседание фракции. В перерыве к нам, к журналистам, вышел глава фракции Юрий Луценко. Он рассказал о том, что позиция фракции, несмотря на вчерашнее голосование, остается неизменной. Фракция поддерживает отставку правительства и предлагает премьеру уйти добровольно. Послушайте, что он сказал. Коаліція развалена. Нас питают, чим мы выйдем из коаліції. Ей нема. Мы не будем отзывать подписи, я уже сказал, потому что коаліційная угода – это наш документ, то, в чем мы верим. Но коаліція развалена без деятельности по ключевым направлениям, которые требует общество, именно уряда Мяценюка. Мы должны отновить коаліцію завдання премьер-міністра. Цього або наступного. Как он должен сделать? Запропоновать парламенту новий технократичный уряд, который будет иметь план щомесячных действий по выполнению коаліційной угодой, чтобы люди начали почувствовать позитивные взрывы в своем жизни. Спасибо, Ира, за работу. Это была моя коллега Ирина Романова из-под администрации президента Украины. Министр Раскольник, глава ведомства по вопросам молодежи и спорта Игорь Жданов, делегированный в правительство фракции «Батьківщина», в отставку подавать не намерен, несмотря на решение фракции о его отзыве. На своей странице в фейсбуке Жданов написал, что сейчас не время раскачивать государственную лодку, и он остается работать в правительстве по просьбе премьера Арсения Яценюка. И сегодня же Игоря Жданова уже исключили из партии «Батьківщина». Сам премьер не только уговаривает старых министров, он требует от депутатов назначить новых. Об этом Яценюк сказал сегодня на совещании правительства. В Кабмине, работу которого парламент вчера признал неудовлетворительной, уже полгода нет министра экологии и вице-премьера. Говорит, все беды коалиции и неуд, выставленные его команде, это искусственно созданный политический кризис. Премьер заявляет, большинству нужна перезагрузка, и в частности, за счет радикалов. Абсолютно стало зрозуміло, що необхідне переформатування коаліції і зміни до коаліційної угоди. Сьогодні я мав зустріч і з президентом країни, і з керівником його фракції, і з керівником фракції Народного фронту, і щойно мав розмову з керівником фракції радикальної партії Олегом Ляшком. Він заявив про те, що вони готові до перемовин щодо переформатування коаліції і щодо нового доповнення до коаліційної угоди і відповідно нових правил і принципів. В успіх подобних переговорів віриться з трудом, якщо вспомнить все те, що звучало вчера в стінах Верховної Ради. По всій видімості, прем'єр уже успів простити лідеру радикалів все обвинення в адрес Кабміна, которими тот сипав ще вчера з парламентської трибуни. Нинішня влада, нинішний уряд довели країну до ручки. Ми стоїмо на порожі, потрясінь. Хто це не відчуває, понюхайте повітря. У повітрі гроза, яка знесе всіх, у першу чергу, тих, хто забув, заради чого ви прийшли. Хто забув про те, кому ви зобов'язані своїми кріслами. Скільки тисяч людей загинуло на Майдані, на фронті, для того, щоб ви сиділи в кріслах цих? Вони гинули не за те, щоб ви сиділи в кріслах і грабували. Вони гинули не за те, щоб ви сиділи в кріслах і перетворили людей в жебраків. Вони гинули не за те, щоб ви їх цинично дурили. Помогуть ли нові політичні союзи спасти этот состав Рады і вийти із політичного кризиса, сьогодні аналізували і комментирували оппозиціонери. Послухайте. Демократія хороша, але вертеть морду я цинюка я більше не можу. Я считаю, що він ведет к краху. Тому, така моя позиція. Що касається, опять же, общей позиції, она одна. Давайте йти на вибори і тоді пусть скажуть. Хороший блок тот, Порошенко, оппозиційний, Тимошенко, хто там кажді два часа. Пусть народ це все скажет. Мене противно сидіти вже в цьому зале, мене противно смотреть на ці честні рожі. Я і себе вже не всегда приятен в зеркалі. Я считаю, що парламент должен закончиться, і інші люди повинні прийти. Якова судьба коаліції? Могут ли перевыбори парламента решити проблему? І коли вони можуть состояться? Об цьому ми спросили і у політологів. Вот їх мнення. Коаліція вже мертва. Начався процес її розпаду. Вопрос только у ремні. Що перевесить? Кон'юнктурные соображения? І принципиальну той же самопомощі? І, собственно, зробить ли она этот шаг сейчас? Ми подошли вплотную к тому, щоб зафіксувати акти о політичній смерті. Страна вовсю двіжиться на встречу досрочним виборам Дерховної Ради. Вопрос только, когда они состояться? Либо осень 2016 года, либо весна 2017 года. Ми є свідками гібридної політики вже всередині України, бо, по великому рахунку, якщо парламент голосує, оцінюючи роботу уряду, як незадовільно, достатньо дивно, чому уряд це має далі продовжувати працювати. Мойдиний вихід – це, безумовно, формальний розпад коаліції. Якщо коаліція перестає існувати, треба формувати нову коаліцію, звичайно, треба новий уряд подавати. Тобто уряд тоді вже не функціонує. Парадокс в тому, що, сохранив правительство, парламент приблизив дату досрочних парламентських виборів. С 2017 року на втору половину 2016 року. Вони пожертвували стратегії і в пользу тактики. Вони пожертвували паузою в 4 місяці. Так, очевидно, рассчитываючи на те, що весною можна буде ще какой-то зробити маневр, хитрую комбинацію, яку ставить правительство відсінняків власні. Але, швидше, вже осіння такі фінті, кульбіті, політика акробатичного типу, вони пройдуть. Тоді, дійсно, може ставити вопрос о полноценній відставці правительства. Це все на фоні кризису коаліції. Возможно, що единственним легальним способом із кризису коаліції, парламенту і економічного кризиса буде не стільки і не тільки відставка правительства, скільки розпуск парламента і внеочередні выбори Верховно-Рану. А пока к обміна нардепи строят карточні домики, в домах українців все чаще говорять, де брать деньги на жінь. Тільки за останній місяц количество безробітних увеличилось почти на 17 тисяч чоловік. Такими данними сегодня порадовав ГОССТАТ. Другой неприятний сюрприз ждал українців у обмінників. У гривні. Новий антирекорд. Доллар перешагнув отметку 27. Офіційний курс Нацбанка сегодня 27 гривень і одна копейка. А вот в обмінках зелёный продавали почти по 27,5. Євро тоже не стоїть на месте. Сегодня валюту отдають за 30 гривень і 55 копеек. По прогнозам аналитиков, уже к концу этой недели курс долара в обмінках може приблизитися к 30, к отметке 30 гривень. Такий исторический максимум, напомню, был в феврале прошлого года. Россия подала иск против Украины. Высокий суд Лондона. Министерство финансов Федерации обвинило Киев в неуплате 3 миллиардов долларов. Речь идёт якобы о долге трёхлетней давности. Тогда Россия выкупила еврооблигации Украины на сумму 3 миллиарда зелёных. Министр финансов России Антон Силуанов утверждает, Киев должен был вернуть всю сумму до 21 декабря 2015 года. Тогда же МВФ официально признал статус долга. Но премьер Яценюк вёл мораторий на выплату денег Российской Федерации. А вот в ГПУ рассказали о смертельной гуманитарке из России во времена Майдана. 18 февраля 2014-го правоохранители вооружили боевыми охотничьими патронами вместо резиновых пуль шумовыми и световыми гранатами, привезёнными как гуманитарная помощь из Российской Федерации. Об этом сообщил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. По его словам, эти спецсредства не были зарегистрированы в Украине, а некоторые из них вообще запрещены во многих странах. По результатам следствия, в розыске 17 человек, но искать их дальше и расследовать трагические события на Майдане, возможно, вскоре будет некому. Ведь с 1 марта в силу вступает закон о Государственном бюро расследований. И следователи прокуратуры лишаются своих полномочий. А само бюро существует пока только на бумаге. Нет ни следователей, ни его главы. В ГПУ просят парламент нести изменения и отсрочить закон хотя бы на полгода. Но нардепы тормозят весь процесс. Чтобы эта работа не остановилась, в штучный способ обратюсь к Верховной Ради. Остались три дня сессийных. Закон о ДБР в изменения не вносится. Если они не будут внесены, то вся эта работа, которая действует, которая должна быть сделана с методом установления истины притягивания к криминальной ответственности военных осіб первого березня может быть остановлена. Один из тех, кто должен в суде отвечать за расстрел Майдана, начал строить новые козни против Украины. Азаров решил насильственно изменить государственные границы нашей страны. В наполеоновских планах беглеца и оккупация Одессы не забыл он и про Крым. Все подробности расскажет Данил Русаков. Находящийся на территории России член самопровозглашенного комитета спасения Украины Азаров продолжает любить родину на расстоянии. В одном из очередных интервью заявил Крым Украине не нужен. Вот печатная версия его слов в газете «Коммерсант». Беглый экс-премьер считает, полуостров всегда принадлежал Москве. А события 1954 года, когда юрисдикция была изменена, Азарова не интересует. Дальше больше. Носитель уникальной версии литературного украинского языка поспешил пожурить Запад. Намекнул, мол, там с таким раскладом дел вынуждены будут считаться. В подтверждении своих слов Азаров вспомнил Калининград. Дескать, этот город Германия назад забирать не хочет. На этом его историко-политические изыскания закончились. Ни словом не вспомнил разницу между калининградской и крымской историями. Кёнигсберг достался СССР по результатам Второй мировой войны. И этот факт тогда признали все, а вот аннексию Крыма не признал никто. И накануне Европарламент даже принял специальную резолюцию. Данил Русаков, Олег Неведонский, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканала Интер. Теперь об украинско-российском транспортном противостоянии. Уже с завтрашнего дня должен заработать так называемый режим «еду домой». Украинские и российские фуры смогут вернуться в свои страны. Об этом рассказал министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. Украина и Россия договорились, что все 300 украинских машин, которые заблокированы Россией на территории Азии, смогут вернуться домой. Все автомобили украинские, которые заблокированы в Российской Федерации, едут до Украины. Из Украины выезжают автомобили с российской регистрацией до России. Эти автомобили украинские, которые в Азии, также смогут по этому режиму «еду домой», приехать назад. Но украинские активисты прекращать блокаду, похоже, не собираются. Во всяком случае, пока. В Закарпатской области они продолжают дежурить на трассе Киевчоп. Как и раньше, российским грузовикам разрешают ехать домой, а вот путь в Европу для них все еще закрыт. Правда, теперь стационарный пост возле села Нижние Ворота активисты снимают, а охотиться за форуми будут так называемые мобильные группы. Точно так же ловят большегрузы и во Львовской области. А что происходит на территории России? Вот по версии местного Минтранса картина очень радужная. Блокада снята и для украинских грузовиков въезд открыт. Как же все обстоит на самом деле и что думают украинские дальнобойщики, нам расскажет Руслан Смещук. Вот так достаточно пустынно сейчас выглядит трасса М-3. Жители Брянской области называют ее Киевской. Она ведет к границе с Умской областью. Первого украинского дальнобойщика находим у таможенного пункта в поселке Белые берега. Это под самым Брянском. Вчера дали документы уже, стояли тут на стоянке. Те, что едут в дом, выпускают. Те, что туда еще пока не пускают. Вчера отпустили только 9 машин. Те, что ехали домой. Сам Юрий ждет, когда ему российские таможенники выдадут все документы на машину и груз. После этого домой. Правда, когда это будет непонятно. Водитель надеется, что уже сегодня. Тут он стоит четвертый день. Говорит, в самом начале украинских дальнобойщиков блокировали российские активисты. Но их приструнила российская же полиция. Начали блокировать украинские фуры. Внимание, водители! Начали блокировать фуры украинские. Приехала полиция их там, поразгоняла. С этого момента мы поставили на стоянку. Мы едем дальше. Вскоре встречаем еще одну украинскую фуру у обочины. Водитель нехотя рассказывает. Вначале вроде бы отпустили, но потом снова остановили сотрудники транспортной полиции РФ. Сказали подождать уже принято, что распоряжения еще нет. Неподалеку на специальном паркинге под четыре десятка фур с украинскими номерами. Дальнобойщики рассказывают, те девять машин, что якобы отпустили в Украину, снова остановили. Те, что звезды поехали машины, всех их в куличку затримали. Двухной. Даже вы не выпускаете. А кто затримал? Русиан. Транспортная инспекция. Минтранс России не пускает. Украинские дальнобойщики от ожидания устали. И сожалеют. Из-за простоя каждый день несут убытки и теряют свои кровные. 14-го сегодня. Ничего такого, все нормально в принципе. Все нормально. Ну, единственное, что не думал, понимаете. Все спят, что работают, да, работу надо делать. Спят в грузовиках, рядом на паркинге туалет и душ. Они сочувствуют своим коллегам, которых остановили в полях. Ведь там и таких условий нет. А еще неожиданно на помощь пришли российские перевозчики. Вскоре проведать украинских дальнобойщиков приезжает тот самый российский перевозчик. Наши водители находятся на нейтральной полосе выхода в Евросоюз, въезд в Россию, въезд в Украину. Их не пропускают. Ваши водители стоят здесь, их тоже не выпускают, не пускают. То есть закон, который на уровне министерства должен был принят, работать, он не работает. И страдает здесь просто-напросто обычные ребята, простые водители. Сами же украинские водители выражают солидарность своим российским коллегам и осуждают блокирующих. В Панаме это бьют в первую очередь. Вы же такие же люди. Но нам же никто сейчас не рисует, правильно? Чтобы рисовать украинского прапора на российской машине, на колесах это встыдно. Встыдно даже. Это прапор. Принимают присягу над ним на все. А люди рисуют, которые не имеют понятия на колесах. В общем, пока еще блокадная война продолжается. Из Брянской области Руслан Смещук и Вадим Свиридонов подробности телеканал Интер. А на дорогах в зоне АТО борются с контрабандистами и перекрывают пути сепаратистам. Те наладили каналы через буферные зоны. Как им противостоят украинские военные, расскажет Ирина Баглай. На первый взгляд тихое село нет укреплений ни военных, ни боевиков, но опасность притаилась в любом из заброшенных домов. Под прикрытием боевой машины разведчики 11 батальона патрулируют село. Последнее время все чаще здесь встречают подозрительных людей, хоть и в гражданском. Последнее время стали попадаться люди с абсолютно чистым паспортом, ну в смысле чистым, новым. То есть выдан в 2005 году, но выглядит как новый. Буквально новые бланки. Вполне могут зарабатывать, что на той стороне днем отрабатывая на блокпосту или ночью, а днем работая где-нибудь здесь. Вот такими тропами в обход блокпостов могут пройти и контрабандисты, и боевики. С тех пор, как украинские солдаты начали патрулировать серую зону, диверсионные группы противника не так активны. Но уже за 800 метров позиция боевиков. Оттуда они и корректируют огонь своих минометов по селу. Этот мужчина не скрывает, едет на оккупированную территорию. Мол, нет выбора, там родители. Есть паспорт, местная прописка. Военные ограничены в праве задерживать гражданских. Пропускают. В самом же Первомайске Стаханове у боевиков база. «Знаходятся там БМП, БТР, артиллерийские системы, системы заплыва огню, минометы. Что касается Стаханова, у нас информация, что войска 40 техники, Первомайск трошки меньше, порядка 5 до 15 техники. Система заплыва в Град находится там. Информация еще стягивается техника и особый склад и боеприпасы выше до Горлевки». То, как стягивается боевая техника и артиллерия, клинится прикосновение, каждый день на себе ощущают и армейцы, и местные жители. Сегодня ночью боевики ударили из Градов в районе села Пески. Зафиксировать нарушения минских договоренностей не могут в миссии ОБСЕ. В своем отчете наблюдатели констатируют, боевики не подпускают их на ряд объектов. Нередки случаи, когда на оккупированной территории противник стрелял в сторону международных наблюдателей. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Василий Сачук из Луганской области. Подробности телеканал Интер. Мощный взрыв в центре Анкары. На эту минуту известно о пяти погибших и десяти раненых. Взрыв прогремел в правительственном квартале в районе Чанкая. Там проживает высшее военное руководство Турции. По предварительной информации, мишенью были два автобуса, перевозившие военных. Устройство сдетонировало в легковой машине, которая находилась неподалеку от шаттлов. Три автобуса сгорели. Пока неизвестно, кто организовал теракт, а именно так власти Турции назвали все произошедшее. Премьер Турции уже отменил свой визит в Брюссель на саммит ЕС, который стартует уже завтра. Саммит ЕС, как говорят аналитики, будет очень непростым. Например, для немецкого канцлера Ангелы Меркель он вообще может стать самым тяжелым за всю политическую карьеру. Один из главных вопросов форума, ведь миграционная политика Германии, которую многие в ЕС критикуют. Бунтуют страны Восточной Европы. Австрия вообще намерена закрыть свои границы. Обо всем этом Татьяна Лагунова. Беженцы подставные, полиция настоящая. Австрийские силовики готовятся к штурму погранпунктов. Власти страны заявили, они хотят полностью закрыть южную границу. То есть ужесточить контроль на всех пропускных пунктах с Венгрией, Италией и Словенией. И это еще не все. У нас будут дневные, даже часовые квоты на прием беженцев. Как только эти квоты будут исчерпаны, мы остановим прием и продолжим только после регистрации и необходимого оформления. Полностью перекрыть балканский маршрут. Это уже предложение Вышеградской четверки. На этой неделе премьеры Польши, Венгрии, Чехии и Словакии встретились в Праге, чтобы отметить 25-ю годовщину создания группы и обсудить миграционную политику. В итоге заявили, они не пойдут на поводу у Германии. Мигрантов принимать не собираются. Но зато могут помочь построить в Македонии стену на границе с Грецией и фактически ее изолировать. Словакия хочет подчеркнуть, мы не приглашали мигрантов на нашу территорию и не дестабилизировали ситуацию в странах, откуда они бегут. Пора сказать, что некоторые европейские политики сделали большую ошибку. Я никогда не соглашусь, чтобы в моей стране насильно создавали общины мигрантов. Некоторые европейские политики это Ангела Меркель расшифровали политологи. А в совместном заявлении Вышеградской группы усмотрели создание нового восточного блока. Ангеле Меркель нужно готовиться к битве. Такими советами сегодня пестрят немецкие газеты. В четверг в Брюсселе начнется саммит лидеров Евросоюза, главной темой которого станет и у канцлера Германии. Похоже, почти не осталось верных союзников. Меркель, впрочем, сдаваться не собирается. Сегодня она выступила в Бундестаге и повторила те, кто нуждается в защите, должны ее получить. А еще презентовала свой план по сокращению числа беженцев. В нем три пункта усиление охраны внешних границ Евросоюза, справедливое распределение беженцев и создание в Сирии бесполетной зоны. Очень помогло, если бы в Сирии была создана зона, где ни одна из воюющих сторон не проводила бы налеты. Мы не можем вести переговоры с террористами из ИГИЛ, но если бы сторонники и противники Асада договорились бы о создании такой бесполетной зоны, безопасной зоны для многих беженцев, это бы спасло много жизней. Депутаты Меркель аплодировали. Как на ее план отреагируют лидеры Евросоюза, станет известно уже завтра. Татьяна Лугунович, Слав Фролов, подробности, немецкое, бюро телеканала Интер. АПЛОДИСМЕНТЫ И это не все подробности дня. Вот что узнаете из второй части выпуска. АПЛОДИСМЕНТЫ Национальное антикоррупционное бюро. Несостоявшимся работником НАБУ оказался прокурор ГПУ. Своё трудоустройство оценил в 10 тысяч долларов и предложил эту сумму членам конкурсной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба бюро. Прокурор уже задержан. Детективы готовят для суда ходатайство об избрании ему меры пресечения. Громкий скандал в Одесской области. У педучилища отбирают базу отдыха на берегу Черного моря. Причем делают это не какие-то алчные рейдеры, а местные власти. Есть ли шансы учителей отстоять своё имущество, выяснял Андрей Анастасов. Популярный курорт Затока первая линия у моря. Раиса Григорьевна рассказывает базу отдыха. Педагог, коллектив Белгороднестровского училища построил своими руками ещё в далёком 80-м. Это просто были дюны. И вот здесь мы всё разворачивали, всё это убирали, строили, облагораживали. Тогда же педагогам разрешили построить вот эти деревянные домики для себя и студентов, чтобы поочерёдно могли отдыхать. Шли годы, и вот в 2000-х учителя неожиданно узнали. Втайне от них базу отдыха областные чиновники передали областному совету. Мы люди некомпетентны в этих юридических вопросах и нас очень хорошо обговорили. Конечно, тут же возникает вопрос, почему за 20 лет коллектив педучилища не оформил право собственности на себя. Нам не давали возможности. Вот мы только ткнемся, она говорит, «Почекайте, користуйтесь». Но это ясно, что это было комусь выгодно. И вот уже послезавтра на сессии облсовета депутаты собираются голосовать за передачу базы отдыха в управление некоего коммунального предприятия «Облтрансбуд». По крайней мере, этот вопрос есть в повестке дня. Представители оппозиционного блока уверены, дальше по одной из схем объект перейдёт в частные руки. Появится арендатор, который улучшит на 25% стоимость базы и в дальнейшем получит первое чередное право на приватизацию. «Если произойдёт то, что хочет руководство областного совета, там вырастут очередные частные коттеджи. Областной бюджет от этого ничем не пополнится, а учителя лишатся своей базы отдыха и пополнятся карманы исключительно сомнительных дельцов, которые присосались к нынешнему руководству областного совета в лице этого предприятия «Облтрансбуд». В самом облсовете от комментариев по этому поводу отказались. Оппозиционеры же предлагают не усугублять скандал и снять вопрос с повестки дня сессии. Ну а если депутаты за него всё же проголосуют, обещают вместе с учителями отстоять их права в суде. Объявим голодование и будем стоять, чтобы не отдать этой земле не крикитки. Андрей Анастасов, Екатерина Лысенко, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер Одесская область. Украинцы продолжают играть в топонимические шарады с законом. На этот раз противятся закону о декоммунизации жители Комсомольска Полтавской области. Переименовывать город не хотят, решили в мэрии и созвали общественное слушание. Большинство местных жителей выступили против нового названия и тут скреативил местный учитель. Он предложил считать Комсомольск аббревиатурой. Расшифровывается она как коллектив молодых, социально мотивированных людей, настоящих казаков. Это решение в результате слушания рекомендовали для рассмотрения местным властям. Побег из здания суда в Харьковской области заключенный вырвался из рук конвоиров и скрылся. Как это произошло, помогал ли ему кто-то, все узнавала Лидия Калинина. Обвиняемого привезли из СИЗО в Дергачевский районный суд аккурат к началу заседания. Когда вели по коридору, он сбежал от конвоиров. Дальше задержанный выскочил на улицу прямо через центральный вход. Там его уже ждали. Беглет запрыгнул в синюю шестерку и скрылся. Суды слышали выстрелы, возможно, стреляли из машины, но следствие предполагает, огонь открыли полицейские. Хотя пока официально это не подтверждают. Фотографию скрывшегося и владельца «Жигулей», который по версии следствия был за рулем, уже подали в розыск. Сбежавший Алексей Ковальчук сидел в СИЗО с ноября, причем привлекался к ответственности не первый раз. Теперь за побег Ковальчуку могут добавить минимум три года. Наказание грозит и конвоирам. Возможно, они вели задержанного без наручников. Это вопрос, что вы задали с привода наручников, кайданок и других спецзасобов. Или были выполнены все инструкции по конвоюванию гражданина, это прокуратура переверит следственным шляхом. Кстати, этот случай не первый за последнее время. Так, на прошлой неделе в Марганце Днепропетровской области тоже сбежал заключенный. Причем, прямо из зала суда после вынесения приговора. Помогал сын. Он буквально расстрелял конвои из травматического пистолета, ранил одного полицейского в ногу и увез отца. Беглицы скрываются до сих пор. Будут ли с этим каким-то образом усилены меры безопасности, в судах пока не решили. Лидия Калинина, Александр Яновский, подробности телеканал Интер, Харьковская область. Ложная тревога. Сегодня днем в киевскую службу по чрезвычайным ситуациям поступила анонимная информация о заложенной взрывчатке. Неизвестность сообщала о заминировании всех станций столичного метро, а также аэропортов Киев и Борисполь. На время проверки взрывотехниками закрыли станцию метро Майданной заложенности и с терминала аэропорта Киев эвакуировали пассажиров. Ни на одном из указанных объектов взрывчатку не нашли. Сейчас правоохранители устанавливают личность шутника. На Мариупольском направлении очередное обострение. Обстрелы там не прекращаются ни днем, ни ночью. Жарче всего возле Марьинки и Коминтерного. Далее с подробностями Станислав Кухарчук. А эта дорога к самым крайним нашим позициям возле оккупированного Коминтерного. Доехать сюда можно только на тяжелом грузовом транспорте. Сегодня сюда прибыло пополнение морпехов. Едва добравшись на место, бойцы спешат занять огневые точки. Эти позиции морская пехота показывает журналистам впервые. Военные просят снимать только крупным планом без привязки к местности. Боевики ведут настоящую охоту за нашими огневыми точками. Морпех с позывным «Монгол» показывает, что осталось после вчерашнего вражеского обстрела от его наблюдательного пункта. Это вот последствия перемирия и неведения огня. Прилет мины 82 мм. Прилет в крышу. Об интенсивности боев тут свидетельствуют изувеченные заборы и стены домов. Боевики здесь простреливают каждую улицу. Сегодня на позициях относительная тишина. В комментариях с утра европейские наблюдатели. Но военные бдительности не теряют. Перемещение исключительно перебежками. Перебегаем с военными по открытой местности. Ощущение, честно говоря, неуютное. Территория простреливается с трех сторон и вот как-то походу инститивно даже вот втягиваешь голову в плечи. Виталий осторожно наблюдает за дальней посадкой. Опорный пункт боевиков всего в полукилометре. Последние несколько недель боевики не на шутку активизировались. На окраины Коминтерного активно стягивают живую силу и технику. Экшен проходит 24 часа в сутки. Постоянно что-то происходит. Сейчас это временное затишье. А так в принципе каждый час здесь что-то взрывается откуда-то прилетает. А это уже позиции украинской армии возле поселка Чермалык. Сегодня ночью боевики около получаса обстреливали их из минометов. К счастью пострадала только техника. Основная напряженная ситуация сохраняется в районе Красногоровки Маринки. Там за сутки 10 обстрелов в том числе из 82 миллиметровых минометов. Каждый день наблюдаем перемещение техники перемещения живой силы. Сегодня миссия ОБСЕ находилась коминтерного до вечера. Поэтому вражеских обстрелов в этом направлении днем не было. Но едва солнце успело спрятаться за горизонт возле поселка снова начались ожесточенные бои. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Игорь Щепет, подробности телеканал Интер, Донецкая область. Саркози поменял статус свидетеля на обвиняемого и обыски в партии Национального фронта. Это и другие политические развлечения Франции в обзоре Софии Гордиенко. А ведь еще пару дней назад казалось, что все почти наладилось. Бывший президент с большим успехом колесил по стране со своей новой книгой, срывал аплодисменты, отвоевывая симпатии избирателей. И вот после вчерашнего допроса финансовая прокуратура поменяла статус Саркози свидетеля на менее приятный Саркози обвиняемого. Экс-президент от журналистов улизнул через подземный паркинг. И если следствие докажет, что во время предвыборной кампании 2012 года Саркози лично дал команду превысить допустимый лимит в 22 миллиона евро, ему грозит заключение. А вот у Национального фронта отношения со следствием только начинаются. По запросу Европарламента сегодня в офисе партии Нантере провели обыски. Обвинение серьезное. Якобы 20 ассистентов депутатов Европейского парламента получали зарплату из Брюсселя, но при этом продолжали работать на партию во Франции. То есть получалось, что многоплательщики допустим Германии оплачивали трудодни французского националиста, что законом не предусмотрено. Как и Саркози, Марин Лепен тоже плохие новости предпочла не комментировать. В официальном коммунике партии только указано, что все это цитирую политическая операция с режиссированной Франсуа Оландом Эммануэлем Вальсом. Конец цитаты. Если обыски комментируют и освещают все французские СМИ, то другая новость прошла почти незамеченной. Нацфронт снова нуждается в деньгах и снова будет их просить у Москвы, потому что французские банки националистам отказывают. София Горгенко, Василий Тружковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Громкая перепалка в Соединенных Штатах. Действующий президент Барак Обама впервые выразил свое отношение к лидеру гонки у республиканцев Дональду Трампу. Что сказал Обама? И что ему на это ответил скандальный бизнесмен из Вашингтона Тихон Зятко? За месяцы предвыборной гонки президенту Обаме не раз приходилось комментировать высказывания претендентов на Белый дом. Но вот так напрямую оценку лидеру гонки у республиканцев президент дает впервые. Я продолжаю надеяться, что господин Трамп не станет президентом США. Я верю в американский народ. И я думаю, что люди понимают быть президентом серьезная работа. Это не ток-шоу и не реалити-шоу. Почему президент Обама столь жестко и однозначно высказался в отношении Трампа именно сейчас остается лишь догадываться. Некоторые аналитики объясняют это тем, что популярность скандального бизнесмена несмотря на некоторые ожидания не снижается. Он лидирует по всем опросам. Несколько дней назад Трамп победил на праймерис в штате Нью-Гэмпшир. Через три дня праймерис в Южной Каролине, где ему также прочат победу. Комментируя слова Обамы о себе, Трамп не стеснялся в выражениях. Он проделал паршивую работу на посту президента. Посмотрите на наш бюджет, посмотрите на наши расходы. Мы не можем победить ИГИЛ. Программа Обама-Кея ужасна. Наши границы как швейцарский сыр. Так что услышать подобные слова от него комплимент. Кстати, как скажется на рейтинге Трампа высказывание Обамы пока предсказать сложно. Не исключено, что оно лишь добавит ему популярности среди критиков нынешнего главы государства, которые пока не определились с кандидатом. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро телеканала Интерн. Сколько стоит искупаться в римском фонтане? Почему Пола Маккартни не пустили в ночной клуб? И кто рассердил папу Франциско в Мексике? Об этом смотрите далее в нашем обзоре. Мексиканцы разгневали папу в городе Морелия. Чрезмерно ретивый поклонник схватил Франциско за одежду и не отпускал. Понтифик даже облокотился на ребенка в инвалидной коляске и лишь охрана спасла его от падения на землю. Выпрямившись, Франциск дважды строго попросил верующего не быть эгоистом. Пол Маккартни нет, не слышали. Охрана не пустила легендарного битла в ночной клуб в Голливуде. Музыкант не прошел фейс-контроль на вечеринку после вручения Грэмми. Сэр Пол и его компания удивляется и говорит, что, видимо, стоит написать очередной хит. Apple против ФБР. Глава компании отказывается выполнять требования следователей. Спецслужбы через федеральный суд обратились в Apple с просьбой помочь разблокировать смартфон стрелка из Сан-Бернардино Саида Фарука. Суд постановил, что компания должна предоставить специальное программное обеспечение для того, чтобы обойти установленную на устройстве защиту. Глава Яблока Тим Кук назвал требование беспрецедентным и намерен его оспорить. Дорогое удовольствие. Власти Рима повысили штраф за купание в фонтанах до 500 евро. Толчком послужили многочисленные инциденты, когда туристы принимали водные процедуры в самых известных римских фонтанах. Так, на день влюбленных в фонтане четырех рек купался обнаженный мужчина. Вечный диск. Британские разработчики представили стеклянный накопитель, способный хранить информацию миллиарды лет. Это специальный 5D-диск, лазерной технологии. Такой носитель вмещает до 360 терабайтов данных и способен выдержать температуру до 1000 градусов по Цельсию. Мечты или видения. В столичном доме актера прошел концерт с таким названием, приуроченный ко дню рождения известной писательницы Лесси Украинки. Ее стихи читали под музыку современных украинских композиторов. Соло на скрипке исполнила Мирослава Котарович. Сценографию и костюмы к этому арт-речиталу создала известная художница Зинаида Лихачева. Все присутствующие в зале стали участниками перформанса, чтобы зрители прониклись атмосферой концерта. Это своеобразный эксперимент, который соединен из различных художественных способов выражения. Это и классическая музыка, и визуальная поэзия, и видеопроекция. Мы должны каким-то образом дать новое звучание поэтессе, так как в первую очередь для меня это не только тот образ, который нам создавали в школе, такой мужественной женщине-солдат, а это в первую очередь женщина, которую умела любить. В листах Лися Кринька писала, что я хотела створить мрию, но боюсь, что с ней могут сделать бутафорию. И вот сегодня мы как раз хотим эту мрию втелить, потому что музыка это и есть мрия. Позднюю, но интересную новость. Только что мы получили из Верховной Рады. Там зарегистрирован проект постановления об отмене результатов голосования парламента от 16 февраля по резолюции недоверию правительству. Подали его нардепы Елена Сотник из фракции Самопомощь и Игорь Луценко. Он представляет фракцию Батькивщины. Напомню, эти депутаты утверждают, что вчера во время голосования их карточки попросту не сработали, поэтому сейчас они считают, что этот вопрос нужно рассмотреть повторно. Вот теперь на этом окончательно точно все с подробностями на сегодня. Спасибо, что смотрели. Обязательно увидимся уже завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok